Всем привет! Наконец-то свершилось! Сегодня я представляю вашему вниманию этот многострадальный материал, о котором я уже неоднократно говорил, но все руки не доходили. Итак, тема нашего сегодняшнего туториала это как сделать автоматический бассейн достаточно большого размера. Вот пример я уже накидал здесь. У нас есть ровная поверхность. При активации переключателя она опускается вниз, и получается вот такой вот автоматический бассейн. Соответственно, нажатием на переключатель мы опять наш бассейн скрываем. Ну, в качестве небольшого предисловия я, пожалуй, расскажу, как такая идея пришла мне в голову. Вообще, создание бассейна это один, можно сказать, из столпов создания всяких схем из редстоуна. Многие вещи, такие очевидные, как бассейн, маяк, ловушки, замки, они просто так и напрашиваются, чтобы их сделали. Так что, туториал у нас на достаточно избитую тему. Однако, что следует отметить? В принципе, в интернете, ну, в частности, в ютубе, гуляет в основном одна схема, это бассейн 4х4. Этому есть очевидная причина. При построении схемы с поршнями конфигурации 4х4 можно достаточно просто сделать проводку. Не без ухищрений, конечно, но, в принципе, просто. А уже при построении большей схемы все становится намного сложнее. Посмотрев на эти туториалы, которые фактически копия один другого, я решил, что сделаю бассейн большего размера. Причем, своей задачей я также поставил то, чтобы конструкция была как можно проще, чтобы было легко воплотить, не было глюков и тому подобной фигни. Поразмыслив над задачей, я понял, что конструкцию нужно делать блоковую. За основу я взял блок 3х3 поршня. В принципе, такой размер является, пожалуй, идеальным, поскольку проводка тоже достаточно простая получается, но в то же время можно сделать бассейн большой площади. Для того, чтобы обеспечить стыковку блоков, необходимо, чтобы Redstone, если выпирал за площадь 3х3, то, по крайней мере, занимал как максимум два края. Ну, точнее, в две стороны мог выпирать. Это даст нам возможность построить бассейн минимум 6х6 блоков. В идеале, конечно, Redstone должен выходить только на одну сторону, что даст нам возможность построить бассейн неограниченной длины, фактически. Это была моя задача максимум. Я считаю, что я с ней справился. Ну, хватит слов, давайте перейдем к делу. Блок 3х3, который я сделал, который лежит в основе этого бассейна, представлен вот здесь. У нас очень простая схема. Вот наши поршни липкие, которые будут перемещать блоки и то включать, то выключать бассейн. К ним прилагается небольшая такая управляющая схема. Поршни, в принципе, делятся на три ряда. Первый ряд я решил активировать элементарно. Вот прямой подводкой через повторители он срабатывает. Поскольку остальные ряды сложно достаточно запитать так, чтобы вот это было настолько же аккуратно, я применил небольшую хитрость. Расположил проводку немного ниже и применил двойное отрицание. Вот таким вот образом располагаются факелы, которые запитывают одновременно вторую и третью линию поршней. Они завязаны на одну и ту же управляющую цепочку. Вот она. И, соответственно, при попадании на нее сигнала нижний ряд факелов обесточивается и дает возможность факелам, расположенным над ним, активировать свои поршни. Тут, опять же, использована система, что поршень может запитываться не только напрямую от подаваемого сигнала, но и через блок, на котором есть сигнал. Давайте проверим, как это работает. Пожалуйста, все поршни открылись, все поршни закрылись. Конечно, здесь с задержками можно поиграть, чисто из эстетических соображений, но это уже не принципиально. Самое главное то, что у нас получился блок, который, в принципе, выпирает только в одну сторону. То есть, теоретически, мы можем такой же блок, зеркальный его отразив, расположить с этой стороны и сколько угодно блоков протянуть в длину, что дает нам возможность построить бассейн 6 блоков на неограниченное в длину количество блоков. То есть, достаточно большой бассейн, явно больше по размеру, чем 4х4. Создав такую базовую схему, я пришел к реализации, вот, построив уже бассейн 6 на сколько тут получается, на 9, это не предел. Есть, правда, тонкость одна, но о ней я в конце урока расскажу. А сейчас я хотел бы поподробнее, пошагово рассмотреть, как строится, собственно, сам бассейн. Я приготовил такую вот строительную площадку небольшую, в зеленом я, в принципе, выделил размеры возможного будущего бассейна, это 6х6 блоков, но рассмотрю на основе строительства одного блока. Для этого нам понадобится следующее, от плоскости, которая будет по умолчанию означать закрытое состояние нашего бассейна, ну, грубо говоря, уровень пола. Мы делаем яму глубиной в 7 блоков. Здесь я сделал небольшой подход, просто для удобства, он прокладывается, как вам больше понравится, потом, естественно, убирается. Итак, приступим. Для начала мы располагаем блоки внизу вдоль стены, которая обращена к середине бассейна, средняя часть бассейна, условно. Вот таким образом три блока. Далее, к ним дается прямая подводка. Без задержек, без всего, на эти блоки мы устанавливаем факелы. Это основа нашей линии, которая будет управлять двумя внутренними группами поршней. Затем, мы над установленными факелами делаем еще одну группу блоков. На эти блоки мы размещаем также три факела и сбоку от блоков еще три факела. Далее, над тремя боковыми факелами ставим еще три блока. Вот, в принципе, готовая наша основная линия. Точнее, даже две линии внутренние. К сожалению, закат. Сейчас попытаюсь фонарями осветить. Не хватает времени, чтобы произвести туториал. в данный момент я не пользуюсь на локальном сервере никакими модами, ни single player commands, ни тому подобное. Ну, я думаю, достаточно видно все должно быть. Итак, продолжим. На эти блоки, которые у нас вот здесь уже готовы, мы размещаем наши липкие поршни. Два ряда поршней. Сразу установим, пожалуй, на них основу нашего бассейна. Сейчас они у нас фактически в закрытом положении поршней, то есть, как будто бассейн наш работает и залит водой. Продолжим. Нам осталось поставить одну группу поршней. Для этого выкапываем здесь небольшое пространство, просто, чтобы нам было удобно работать. подводим под будущие поршни основу и ставим еще три блока. На них располагаем повторители. Расширим проходик немного, места нам явно не хватает. Делаем проводку, выводим ее наружу. Также на эту линию нам нужно подключить расположенные внизу повторители, которые идут к двум внутренним группам поршней. Восстановим проводку здесь. Разумеется, можно больше пространства здесь дать для маневра, потом все это заложить, как вам будет удобней. Проводка у нас готова. Ставим последнюю группу из трех поршней. Вот она. и закрываем ее. Теперь поставим здесь рычаг и проверим, как работает наша конструкция. Замечательно. По нажатию рычага поршни поднимаются и опускаются все три. Точнее, все девять. Они делают это не одновременно. Можно, конечно, поиграться с задержками, немножко извернуться, но, на мой взгляд, так даже немного эстетичнее. Все равно движок рендеринга Майнкрафта не справляется с большими количествами поршней, но, тем не менее, вся эта конструкция будет стабильно работать. Теперь давайте рассмотрим, как заполняется бассейн. Вот на этом примере три на три. Копаем вокруг углубления в один блок. блок. Ну, сразу отмечу, что для больших размеров будет логика абсолютно точно такая же. То есть, мы просто выстраиваем больший квадрат, прямоугольник и также вокруг копаем углубления в один блок. Далее, мы берем воду. Где у нас вода? Вот, пожалуйста. Берем воду и заполняем все ячейки вокруг. В принципе, для адекватного заполнения всего пространства бассейна достаточно полностью заполнить две стороны внешние. Ну, я вообще стараюсь перестраховаться и оно быстрее по логике будет заполняться, поэтому располагаю воду со всех сторон. Вот, со всех сторон у нас есть вода. Далее, в эстетических целях мы эту воду скрываем под половинчатыми вот такими плашками. Почему под половинчатыми? Чтобы у нас была возможность выбраться наружу. Если мы здесь расположим блоки полного размера, то выплать из бассейна наружу без каких-либо дополнительных приспособлений или подпорок нам уже не получится. Все, мы закрыли воду, скрыли от взгляда. Наш бассейн готов. По нему можно спокойно ходить и когда мы обесточиваем цепь, у нас все поршни опускаются и дают возможность в воде, которая расположена по бокам, заполнить объем бассейна. Пожалуйста. Отдельное замечание, здесь по краям я не стал никак это оформлять, там просто земля. Из эстетических целей там можно расположить какие-нибудь красивые блоки, то есть, чтобы визуально эффект создавался получше. Ну, тем не менее, оно, в общем, и так не особо плохо выглядит, не слишком заметно. Что происходит, когда мы снова подаем сигнал в нашу цепь? Поршни поднимаются наверх и вытесняют воду. Физика воды в Майнкрафте в принципе достаточно упрощенная и условная, и поэтому вот эти вот блоки воды, которые заполнили наше пространство бассейна, они просто исчезают. То есть, заменяются блоками, которые выталкиваются поршнями. Проверяем. Пожалуйста. Все, наш бассейн выключен. Здесь можно спокойно дальше ходить. Включаем. Он снова быстро заполняется водой. Вот такая вот простая схема. Что можно еще по этому поводу сказать? Ну, оформление понятно, что любые блоки можно использовать здесь. В принципе, я не пробовал, но очень сильно подозревая, что оно будет спокойно работать, можно использовать обычные поршни. Только вместо блоков придется использовать сыпучие блоки, то есть песок, гравий. По логике оно тоже должно безглючно работать. Хотя визуально, я думаю, будет и в выключенном состоянии не очень выглядеть, да и во время переключения тоже боюсь будет подглючивать. Как строится бассейн большего размера показывать, я думаю, смысла нет, поскольку все абсолютно аналогично. Мы просто расширяем нашу изначальную дырку 3х3 и 7 блоков глубину на нужный размер. Ширину это будет максимум 6, длину сколько ваша душа пожелает. Есть единственная одна тонкость. Я сейчас покажу, как устроен вот этот бассейн. В нем в принципе это не важно, но тем не менее. Кстати, тонкостей даже будет несколько. Итак, тонкость первая. Если мы строим очень длинный бассейн, сигнала, который приходит на нижние поршни по основной линии, да в общем-то и на верхние, у нас будет длину не хватать. Для этого нам нужно поставить усилитель сигнала. Поскольку все повторители у нас выстроены в линию, у нас не получится это сделать простой установкой еще одного повторителя. Для того, чтобы усилить сигнал, я использую вот такую схему. Ставить ее, естественно, лучше в разрыв наших блоков, то есть отсчитать, допустим, 6 блоков и поставить ее в конце. Визуально это будет выглядеть лучше, но в общем где ее ставить непринципиально. Фактически сигнал у нас входит в последний из групп блоков, групп поршней. Далее выводим его вот сюда. Чтобы здесь не зацикливалась схема, ставим еще один повторитель и потом пускаем его на последующие повторители, как обычно. То есть просто проводим дорожку вдоль. естественно таких усилителей сигнала при длинном бассейне можно использовать сколько угодно. Можно даже в принципе я думаю подобрать задержки, чтобы это выглядело красиво. Хотя еще раз повторюсь, рендер Майнкрафта работает кривовато, все равно это визуально будет подглючивать, но тем не менее бассейн будет работать четко и без сбоев. еще одна тонкость, которая может сыграть или может нет. Обратите внимание, к этой группе крайних поршней я подвел сигнал через повторители вот так, то есть сигнал подходит к блоку расположенному под ними. С другой стороны, я к такой же группе крайних поршней сигнал подвел напрямую к поршням. И то и другое работает. Принципиальной разницы здесь нет. То есть как вам удобнее, как вам хватит места, как вы будете это создавать изначально, так оно и получится, и так оно и будет работать. В принципе ничего страшного ни в том ни в другом способе не будет. Далее. Ну, я наверное уже много раз говорил, нравится мне эта схема. Тут я использовал вертикальный переключатель, то есть рычаг, расположенный на поверхности аккуратно, он активирует поршень, который вот так вот у нас через факел в углублении непосредственно включает нашу схему. Ну, на этом я много раз останавливался, тут говорить в общем-то не о чем. Вот такой у нас получается автоматический бассейн. В принципе я подозреваю, что можно его в ширину сделать еще больше. Но схема безусловно получится сложнее, то есть добавить еще в середине группу поршней, у которых будет непосредственно только вертикальная активация сигнала, она будет безусловно более глубокого залегания, то есть придется яму глубже копать, но схема будет гораздо сложнее. Здесь я все-таки пытался сделать все просто, быстро, так что если понадобится, попробуйте поэкспериментировать. У кого что получится, можете даже видеоответы оставлять, будет интересно посмотреть на ваши схемы, я честно говоря не задумывался, мне особо не до этого сейчас, но тем не менее надеюсь вам этот туториал окажется полезным и понравится. На сегодня все, большое вам спасибо за внимание, оценивайте это видео, комментируйте, задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на канал, пока!